это oros 15 bsf один из самых доступных игровых ноутбуков с таким набором характеристик на рынке он не самый дешевый конечно я уверен вы найдете модели сильно дешевле но с учетом железа актуальности процессора видеокарты качество исполнения это очень интересная модель давайте посмотрим на что он способен для ясности oros у нас его еще называют аурус почему-то это бренд компании гигабайт специализирующийся на игровом оборудовании они выпускают материнки видеокарты мониторы и конечно же ноутбуки вот у меня тут типичный представитель этого бренда 15-дюймовый игровой ноутбук среднего уровня по меркам железа не цены и в фирменном минималистичном стиле на что надо обращать внимание это модель bsf версии у этого ноутбука много и с другими карточками и процессорами прошлых поколений так что тут пожалуйста повнимательнее когда будете выбирать конкретно эта модель ноутбука работает на базе процессора intel core i7 13700 h у него 16 гигабайт ddr5 памяти графических адаптера 2 интегрированный intel iris x и и nvidia артx 4070 с 8 гигабайтами памяти накопитель здесь один это писи экспресс 4 m2 ssd на 1 терабайт ну и дисплей 2к то есть две пятьсот шестьдесят на 1440 точек с разверткой 165 герц по габаритам этот ноутбук один из самых крупных среди конкурентов но теоретически для игровых моделей для нормального охлаждения это может быть даже плюсом я бы не сказал что он какой-то гигантский до большой но плюс-минус такой каким вы себе представляете игровой 15 дюймовый ноутбук он в принципе легко поместится в любой рюкзак кстати весит он 2 и 4 килограмма без учета блок питания дизайн здесь очень простой с парочкой фишек есть rgb подсветка клавиатуры и дополнительно цветная подсветка в задней части ноутбука под дисплеем весь корпус черного цвета верхняя и нижняя крышка сделаны из алюминия а топ кейсы с пластикой все покрыто матовой краской удивительно но это покрытие не сильно собирает отпечатки насколько это возможно и в принципе легко протирается на задней крышке есть логотипы парочка диагональных линий надписи и в качестве акцентов такие же акценты есть еще и на небольшом тачпаде вот собственно и весь дизайн каких-то нареканий к сборке или качество материалов у меня нет добротно сделанный ноутбук единственное я бы отметил довольно большую рамку внизу экрана по мне так лучше бы гигабайт сюда установили экран соотношением 16 на 10 и увеличили бы полезную площадь но в остальном сделал ноутбук хорошо кстати верхняя рамка над экраном ну тоже не особо тонкая зато сюда поместилась full hd веб-камера с инфракрасной подсветкой для разблокировки лицом работает эта система здесь хорошо и учитывая что тут нет сканер отпечатков это в принципе самый удобный способ логиниться крышка ноутбука открывается на 130 градусов петли уверенно держит экран в любом положении ну и одним пальцем orus 15 открывается легко что у нас тут по портам набор отличный слева один юсби а3 2 ген 1 и комбинированный аудио разъем на три с половиной миллиметра справа 2 юсби а3 2 ген 2 и еще один type-c 3 2 ген 2 сзади портов побольше гигабитный ethernet thunderbolt 4 hdmi 2 1 и неожиданно дни не дисплей порт 1 и 4 ну и разъем для питания чего не хватает правильно картридера это единственное что гигабайт пропустили кстати в комплекте кроме самого ноутбука вы найдете блок питания на 240 ват и документацию вот собственно и все по возможностям апгрейда тут есть два слота оперативки которую можно заменить еще пара m2 слотов один из которых занят завода по связи orus 15 поддерживает вайфай 6 и и bluetooth 5 2 скоростью до вайфай 6 и роутера в диапазоне 5 гигагерц составила примерно 1200 мегабит секунду за проводное подключение отвечает контроллер с пропускной способностью в два с половиной гигабита конечно же середняком этот ноутбук назвать сложно он и стоит примерно 1800 баксов и характеристики у него приличные и кора 7 13 700 тыч и арт ик 4070 но по факту все топовые модели сегодня работают на базе кора 9 и райзен 9 поэтому скажем так это при топовой конфигурации ноутбука есть несколько режимов работы тихие совещание игровой turbo творческий и и ай буст в каждом из них меняется алгоритм работы кулеров и максимальное питание процессора которая доступна только в режимах эй ай турбо и творческий в режиме игры пел один питание немного зажата а самое минимальное питание будет режимах тихий и совещание вот кстати пример того как меняется производительность в разных режимах работы ноутбука я бы сказал что оптимальный для большинства задач тут либо и ай либо игровой режим в них вы по сути можете и играть и работать в тяжелых программах питание видеокарты не зажимается и при этом вы не будете сильно страдать от шума кулеров для примера если активировать turbo режим кулеры запускаются моментально на полный оборот и создавая ощутимый шум это примерно 55 децибел ну вот послушайте сами работать в таком режиме конечно же сложновато если сказать нереально этот режим он скорее для рендера каких-то сложенных видео или 3d а вот играть и например работать в after effects лучше всего в творческом режиме или в ай ай видеокарта артик 4070 имеет тут 8 гигабайт gddr6 памяти и в четырех основных режимах работы выдает примерно одинаковые результаты тестов при работе от батареи производительность падает уже существенно поэтому играть вам придется только с подключенным питанием другие бенчмарки у вас сейчас на экране в принципе производительность такого ноутбука достаточная и для всех современных игр и для работы с after effects или blender в общем тут все на уровне наш фирменный тест на рендер 10-минутного 4k проекта с шумоподавлением напомню это очень ресурсоемкий процесс занимает чуть больше 22 минут для сравнения тут показатели еще пары ноутбуков чтобы понимать насколько тяжелая операция что по играм тут в общем все довольно предсказуемо большинство современных игр будет запускаться на высоких настройках в нативном разрешении для примера cyberpunk 2077 на высоких настройках сделался с на качество и ray tracing с впечатляющими настройками выдает в нативном разрешении то есть в 2 560 на 1440 стабильные 46 fps с редкими событиями до 36 что самое интересное это все на режиме turbo если переключиться на игровой режим который по умолчанию запускается если активирован и ай буст то он выдает примерно такие же результаты несмотря на то что процессор немножко зажат 43 fps в среднем и редкие события до 33 fps если включить генерацию кадров то среднее количество fps подрастает до 70 а если при этом еще снизить разрешение до full hd то получим уже 98 fps в среднем в общем в киберпанке вы будете чувствовать себя нормально при учете использования dlss по другим игровой информации у вас сейчас на экране в целом ноутбук вполне подходит для всех современных игр единственное что если хочется насладиться быстрой картинкой графику или разрешение надо будет поджать но в целом играть можно даже в ки и жди разрешение в любой триплый проект шум во время игр будет довольно заметный при этом громкости динамиков конечно хватает чтобы его перекричать но играть будет комфортнее все равно в наушниках именно ощутимый шум кулеров наверное самое слабое место этого ноутбука система охлаждения vorus 15 bsf построена на пяти тепловых трубках и двух вентиляторах стресс-тесте процессор продевался до 87 градусов и в этот момент уже появляется небольшой троттлинг в играх в том же cyberpunk процессор в пике достигал 85 градусов а gpu доходил до 89 троттлинг при этом незначительный сам корпус нагревается не сильно выше 40 градусов под экраном температура не поднималась а на клавиатуре нагрев вообще в принципе не ощущается не мешает игре или работе у orus 15 есть фирменная программа gigabyte control center в которой можно настроить работу кулеров переключать режим работы видеокарты есть max switch для прямой работы дискретки приложение очень простое понятно и тут можно настроить подсветку обновить там драйвера и в общем следить за показателями системы клавиатура у orus 15 островная клавиши немного вытянутые как и шрифт требует небольшого привыкания ход у клавиатуры средний качество печати если привыкнуть высокой вот как она звучит в целом клавиатура нормальная ничего выдающегося но ничего плохого есть rgb подсветка полноразмерные стрелки а вот нампада тут нет лично мне такие клавиатуры без цифрового блока нравится больше но это дело вкуса привычки или ваших профессиональных особенностей кстати кнопка включения вынесена отдельно в правый верхний угол и она немного утоплена поэтому случайно ее не нажмешь из особенностей надо отметить необычную систему управления подсветкой она работает через сочетание клавиш function и пробел тачпад тут небольшой нажимается он лучше всего в нижней части то есть он механический в целом нормальный наверное для игрового ноутбука пойдет дисплей ворус 15 это IPS панель с матовым покрытием и классическим соотношением сторон 16 на 9 разрешение 2 560 на 1440 точек развертка 165 герц яркость экрана примерно 300 нит это не самый яркий экран но для хорошо освещенной комнаты днем такой яркости в принципе хватает у экрана отличное время отклика примерно 7 миллисекунд шим то есть мерцание разумеется отсутствует но из-за матовой защиты контраст тут не самый лучший погрешность цвета дельта е 2 и 2 хороший показатель цветовой охват 100 процентов srgb почти сто процентов dc ip3 это тоже отличный показатель особенно для игрового ноутбука один из самых неожиданных плюсов orus 15 bsf это его автономность при аккумуляторе в 99 ватт часов он выдает 8 9 и даже 10 часов работы в обычных офисных программах с вай фай если нагрузить ноутбук по максимуму яркость экрана выкрутить на сто процентов то получим примерно два часа работы кстати заряжать его можно не только от комплектного блока на 240 ватт но и по type-c через thunderbolt разъем вам нужен будет блок питания от 65 ватт что по звуку тут ничего сверхъестественного пара динамиков направленных вниз выдают достаточно громкий звук чтобы перекричать кулеры но никакого объема в них нет могу сказать просто средний по качеству динамики iphone 15 pro max играет лучше чем это да и большинство ноутбуков на windows тут меня честно не покидает вопрос неужели сделать хороший объемный звук от прям rocket science еще один минус который нужно выделить это отсутствие картридера что кажется странным в таком мощном ноутбуке с довольно качественным экраном который легко позволяет работать и с фото и видео и третье это достаточно шумная машина при загрузке он начинает от души завывать к этому надо быть готовым во всем остальном это отличный ноутбук с хорошим экраном и производительностью с нормальной клавиатурой и ценой на уровне или даже чуть ниже конкурентов могу ли я вам его рекомендовать в принципе тут нет никаких серьезных или критических минусов ноутбук отлично собран так что да но выбирать как вы знаете конечно же только вам это за рока всем мир а